За эстетикой, за красивыми зубами могут стоять ряд охренительных проблем. Неправильный прикус – это вообще болезнь, которую нужно лечить. Брекеты могут быть как лекарством, так и ядом. Это глубокие коллеги, на все оставшиеся в жизни, и это очень страшно и больно. Ортодонтия – мощное оружие, но не совсем точное. Лицо становится худое, осунувшееся, глазницы проваливаются, да, рот проваливается. Действительно ли брекеты, улучшая зубы, портят лица? Абсолютное заблуждение, которое характерно для ортодонтии прошлого века. Что же такое мьюинг? А можете конкретно вот показать, о чем идет речь, какого рода упражнения? Это такие упражнения типа… С точки зрения просто современного мира, это определенная шаплотанция. Даже если вы живете правильной жизнью, правильно питаетесь, правильно планируете свое время, правильно мыслите, скорее всего, у вас все же есть кое-что неправильное. И это кое-что – прикус. По данным Всемирной организации здравоохранения, неправильный прикус у 90% жителей Земли. По крайней мере, такая информация активно тиражируется в интернете. У человека с критическим мышлением это сразу вызывает массу вопросов. Почему природное строение челюстей почти вообще, получается, всех людей признано неправильным? Кто установил вообще такую норму, которой почти никто не соответствует? Это все равно, что сказать, что у большинства людей на планете неправильные карие глаза. Нужно ли обязательно исправлять прикус? Или если устраивает эстетика и ничего нигде не болит, можно оставить все как есть? Говорить неправильный прикус – это не совсем корректно по отношению к зубочелесной лицевой системе. Обычно медработники, скажем, врачи-стоматологи говорят о том, что неправильная окклюзия. Если мы говорим о мезиальной окклюзии, то нижняя челюсть, она как бы выдвигается вперед, и мы еще шутим, что дождь идет и заливает полость рта, пациент захлебывается наш. Либо дистальная окклюзия, когда нижняя челюсть располагается назад, и таким образом пациент находится как бы под зонтиком верхней челюсти. В понятие окклюзии также входит не только положение и соотношение верхней челюсти или нижней челюсти по отношению к переднему основанию черепа, но и положение само зубов. Все это в совокупности и дает как раз 90% аномалии окклюзии и окклюзионных взаимоотношений. У современного человека за последние несколько тысяч лет происходит очень резкое уменьшение размеров нижней трети лица. Потому что люди перестали есть жесткую пищу, люди едят только обработанную пищу, люди жуют только мягкие вещи. А размеры зубов, они за последние несколько тысяч лет, они не изменились, им не хватает места. Ну вот 9 из 10 имеют хоть какую-то степень скученности зубов, а многие имеют очень серьезную степень. Скученность зубов – это очень плохо, потому что нарушение жевания, нарушение гигиены. И в общем проблема зубов, как говорит стоматолог всегда, проблема всего организма. Ведь если окклюзия ненормальная, разжевывание и разрезание пищевого комка не получается, и тогда пища большими крупными кусками попадает в пищевод. Дальше эти крупные куски из-за нарушенной окклюзии могут попадать в желудок и создают повышенную нагрузку на желудок, приводя к избыточному тонусу, избыточным сокращениям и могут приводить к развитию функциональной диспепсии. И работа желудка складывается из двух компонентов. Первое – он должен расслабиться, чтобы поместить в себя еду. И второе – он должен сокращаться, чтобы изгнать из себя еду и отправить ее в кишечник. И когда координация и работа двух этих отделов нарушаются, возникает функциональная диспепсия. Например, желудок не может поместить в себя еду или не может вовремя ее эвакуировать. Остеопаты тоже бьют тревогу. Дескать, человек с патологической окклюзией не только не сможет в туалет нормально ходить из-за проблем с пищеварением. Есть опасность, что ему вообще будет трудно ходить. От положения нижней челюсти зависит тонус мышц разгибателя головы и шеи. Если челюсть у нас находится в неправильном положении, голова может двигаться вперед, задвигаться назад. Если у нас в шее будет сформирован лордоз, усиление такого прогиба, то в грудном отделе усиливается кифоз, появляется горб, в поясничном отделе появляется лордоз. Прогиб поясницы вперед, выпирание живота, естественно, тонус живота теряется, давление бушной стенки теряется. Внутренние органы под действием тяжести, под действием гравитации начинают опускаться вниз. Таз, естественно, тоже будет наклоняться вперед, потому что поясница прогнулась. Органы будут придавливать пищеварительные, в том числе и органы малого таза. Это будет нарушать отток венозной крови от органов таза и от нижних конечностей. Из-за нестабильности таза нарушается работа цоведренного сустава, коленного сустава и стопы. То есть суставы начинают работать неправильно, постепенно это приводит к артрозам, в позвоночнике к остеохондрозу. Не дай бог, да, при длительном этом состоянии появляются протрузии грыжи, а все может начинаться, конечно же, от прикуса. Когда риск для здоровья все-таки оправдан? Ну, во всех ли случаях нужно непременно ставить брекеты? Неправильный прикус – это вообще болезнь, которую нужно лечить? Есть случаи, которые очень успешно скомпенсированы природой. К примеру, у пациента неправильный прикус, но проводя диагностику, собирая анамнез, мы понимаем, что это никак не влияет на качество его жизни. И в целом нет такого понятия, что если неправильный прикус, обязательно нужно взять пациента и вылечить. Пациент может благополучно существовать с неправильным смыканием, если его организм к этому адаптивен. Но, как правило, большинство пациентов, которые к нам обращаются, наверное, 9 из 10 обращаются по эстетическим соображениям. И очень маленький процент обращается вот именно по вопросам функции. Расскажите про брекеты. Какие они вообще бывают и из чего они состоят? Вариантов брекет-систем большого множества. Брекеты делятся по тому типу, куда они фиксируются. Есть брекеты классические, то есть самые распространенные брекеты – это брекеты наружные. Есть брекеты внутренние, которые фиксируются на внутреннюю поверхность зубов, но они достаточно редко используются, потому что не все ортодонты могут на них работать, плюс они достаточно дорогие. Есть разделение по типу материала, то есть есть брекеты металлические и более эстетические варианты – это сэкфир, это керамика, в редких случаях пластик. Но они все одинаково эффективны? Какие реально лучше работают? Есть такое мнение, что то, что дороже, то работает лучше. Но на мой взгляд, самая работающая аппаратура, вот моя рабочая лошадка – это классические металлические брекеты. То есть вестибулярная аппаратура. Мы любим металл за его надежность и устойчивость. Мы прилагаем нагрузки к зубу, и порой сэкфировые керамические брекеты не выдерживают. Они могут давать сколы, трещинки, это услышняет вот лечение. Порой приходится даже менять брекеты на металлические. Такое случается. Нет хороших или плохих брекетов. Самый важный инструмент в руках ортодонта – это мозг. Самый классный, крутой, грамотный ортодонт с самыми дешевыми брекетами может получить шикарный результат. Есть мнение, что ортодонтическое лечение заканчивается тогда, когда мы снимаем аппаратуру. Но это не так. Заканчивается всего лишь активный этап ортодонтической работы, и начинается ретенционный этап, который не менее важен. Это ретейнеры, которые мы клеим на внутреннюю поверхность зубов от клыка до клыка. Это, как правило, те зубы, которые были скучные. Были разные версии, на какой срок мы клеим ретейнеры. Пациентов это очень интересует. Раньше я считала, что срок ретенции должен быть примерно в два раза длиннее срока ортодонтического лечения. Но те пациенты, которые сняли ретейнеры, приходят к нам с рецидивом. И сегодня общемировым стандартом ношения ретейнеров является бессрочное, то есть пожизненное ношение. Но хочу успокоить, эти ретейнеры не мешают никак жить, их не видно, они очень тонкие, ощущаются как продолжение зубов. Лично я знаю про брекеты не понаслышке. Мне было лет 11, когда родители решили исправить мой прикус. Я помню, что это было просто ужасно. У меня до сих пор какие-то чудовищные воспоминания. Брекеты все время царапались во рту, меня дразнили. Я была тогда вообще единственным брекетоносцем в своем окружении и в своем классе. В общем, это было чудовищное время. Я всей душой ненавидела эти чертовы железяки, которые царапались и еда застревала там. Лечение я не закончила, сняла брекеты примерно через год. Представляете, они до сих пор снятся мне в кошмарах. Честно говоря, не понимаю, как люди во взрослом возрасте сознательно решаются на такие испытания. Ведь многие ортодонты уверяют, что носить брекеты никогда не поздно. Так ли это на самом деле? Давайте узнаем. Есть оптимальный возраст для ортодонтического лечения. Это возраст сменного прикуса. Он начинается у кого в 11, у кого в 12. Когда, по большому счету, молочные зубы уже уходят и начинают формироваться прикусы на постоянных зубов. В этом периоде еще достаточно не сформирована и мягкая костная ткань. Все перемещения зубов проходят достаточно быстро и достаточно легко. 35 лет, ну я условный возраст говорю, когда мы начинаем двигать зубы, это уже не та эластичная кость. Во-первых, это становится труднее. А во-вторых, есть такое понятие, как рецидив. То есть, когда зубы обратно стерегаются. В целом, из ситуации, в которой все компенсировано и адаптировано, мы начинаем добиваться какого-то идеала, который должен быть там в 20 лет. Но это нерационально. Овчинка выделки не стоит. В каждом соединении костей черепа должно происходить легкое движение. Это же касается и верхней челюстей. Они здесь соединены также за счет шва. Когда мы одеваем брекеты, эти швы смыкаются. Там, где должно движение быть, его нет. И, естественно, это приводит к тому, что вся система становится более напряженной. Напрягаются и мышцы лица, и жевательные мышцы, и шеи. И многие люди отмечают на фоне ношения брекетов появление головных болей, болей в шее, в плечевом поясе, заложенность носа и тому подобное. Основная часть рецепторов, которые регулируют работу пищеварения, находится в полости рта. Поэтому, если их работа при установке брекет-систем и их долгом присутствии в полости рта нарушена, нарушается первая активирующая фаза пищеварения, нервная фаза пищеварения, и за ней каскадом рушатся все процессы, которые находятся ниже. Нарушается перистальтика и моторика пищеводой желудка, нарушается ритм и секреция выделения ферментов и желчи, и нарушается перистальтика и выделение веществ в кишечнике уже. Поэтому у нас появляются весы, которые состоят из, наверное, трех чашей. Первое – это реальное желание человека иметь красоту и быть красивым в его стандартах понимания. Второе – это реальный вред, который этот прикус может создать. И третья составляющая на весах – это деньги. Потому что, к сожалению, исправление прикуса может стоить в разы дороже, чем лечение последствий этого прикуса в виде какого-нибудь кариеса на контактах зубов. И тогда, если красота не уперлась нам как самоцель, может быть, будет целесообразно просто регулярно ходить к стоматологу и не исправлять нарушенный прикус. На самом деле брекеты – это всегда положительное влияние на общее состояние здоровья, причем не только локальное, но и на общее состояние здоровья. Почему? Потому что брекеты призваны решать одну важную фундаментальную функциональную задачу – это улучшение качества желания. Так что говорить о том, что брекеты могут навредить, на самом деле это не совсем верная трактовка. То есть от неровных зубов и неправильного прикуса еще никто не умирал. Но улучшить свое качество жизни человек должен хотеть. Все негативные информации, которые есть об ортодонатическом лечении и о брекетах в частности, связаны прежде всего с тем, что человек не готов изначально к проведению этого лечения. Психологический статус пациента является ключевым аспектом определения показаний для проведения ортодонатического лечения. Поэтому это одна из тех процедур, которая должна являться осознанным выбором. Нельзя ставить брекеты, потому что кто-то сказал, что нужно ставить брекеты. Одни медики говорят, что лечение на брекетах может угробить здоровье, другие с этим не согласны. Может, действительно все упирается в психологию? Есть даже мнение, что проблемы с прикусом начинаются в голове. Перед тем, как выпрямлять зубы, нужно вправлять мозги? Так получается. Есть такая штука, как бруксизм. Это гипертонус жевательных мышц. Человек постоянно сжимает зубы, постоянно сжимает зубы, во сне они скрежетают и их постоянно стачивает. Они стачивают, стачивают, и это может привести к тому, что будет сильное очень смыкание. На этом фоне человек испытывает довольно дискомфортное ощущение при открывании рта. Это влияет на его прикус. И многие люди пытаются с этим справиться через ортодонтию. А большинство причин бруксизма, больше процентов, это, конечно же, фактор психологический. Это невыраженная агрессия, невыраженная злость. И, конечно, прежде чем пытаться корректировать бруксизм, лучше, само собой, поработать с психотерапевтом. И, возможно, после этого лечения потребность в ортодонтии исчезнет. Многие специалисты во многих сферах услуги навязывают. Конечно же, ортодонтия – это не исключение. Очевидно, что красота улыбки тоже требует кэш. Во сколько же в среднем сегодня обойдется ортодонтическое лечение? На точные данные, сами понимаете, мы не претендуем экономику штормить, попытаемся лишь определить, ну, хотя бы какой-то порядок цифр. Итак, сами брейкеты с установкой обойдутся вам от 30, если брать самые бюджетные металлические, до 100 тысяч. Но это в случае дорогих сапфиров. В среднем 75 тысяч. Стандартное лечение двух челюстей длится около полутора-двух лет. Все это время нужно примерно раз в месяц посещать ортодонта. Это в среднем 5 тысяч за прием. Итого за 24 месяца – 120 тысяч. Потом еще снятие брейкетов. Это около 6 тысяч за челюсть, за 2-12, соответственно. После лечения для сохранения результата понадобятся специальные ретейнеры или капы. Это примерно еще 15 тысяч. Тысяч 10 уйдет на ирригатор. Еще 5 тысяч придется потратить на комплект щеток для очищения брейкет-системы. Итого 237 тысяч. Цифра очень примерная, так как лечение может затянуться. Понадобятся еще какие-нибудь расходники. Но в целом представление о стоимости сложить можно. Интересно, а получится ли эти траты переложить на государство? Может ли полис обязательного медицинского страхования покрыть, ну, хотя бы часть этих расходов? Основной реестр медицинских услуг в обязательном медицинском страховании он направлен на оказание неотложной медицинской помощи, экстренной медицинской помощи. Необходимой медицинской помощи, которая нарушает функцию организма в целом. Включая работоспособность и жизненные факторы. Данные услуги ортодонта в реестр обязательных услуг, обязательного медицинского страхования, они не вошли. Хотя есть исключения в законе и есть категории граждан, которым ортодонтия дается бесплатно. Это многодетные семьи, это дети-инвалиды, это малоимущие семьи. Если металлический хардкор во рту не ваша история, вот, пожалуйста, модная альтернатива брекетам, которая зовется элайнерами. Щеголять с такими штуками выйдет еще дороже. В среднем отдадите 350 тысяч рублей. Вопрос, за что? Элайнеры – это такие прозрачные съемные капы, которые пациент сам снимает и одевает. Пациент до начала лечения знает, как будут выглядеть на финише его зубы. Он видит клинчек, и он очень сильно мотивирован. Он хочет получить ту картину, которую доктор для него создал. Пациент приходит в клинику, ему делают набор кап, и он самостоятельно их меняет каждые две недели. Пациент в среднем ходит и наблюдается у доктора раз в два, в три, иногда в четыре месяца. Пациент элайнеры носит 22 часа в течение суток. Практически каждый случай ортодонтический на сегодняшний день можно вылечить с помощью элайнера. Что ж, тема с элайнерами звучит многообещающе. За такие перспективы можно и переплатить, но и тут не все однозначно. Вы точно сможете 20 часов ходить в этих элайнерах, в этих капах. И ни разу не забудете их. Ни разу их нигде не потеряете. То есть вы понимаете, что вы вписываетесь в историю на те же год-полтора, а иногда и два. Но здесь весь результат лечения будет на 90% зависеть от вас. Есть исследования, которые доказывают, что распространенность кариеса после ортодонтического лечения на капах, она выше, чем лечение на брейкерах. И в литературе я тоже встречала такие данные, что 100% результат той картинки, того клинчека, который был показан пациенту до начала ортодонтического лечения, достигается далеко не всегда. По некоторым данным не более 40%, по некоторым 60-70%. Но в любом случае вероятность, что 100% попадет, вы попадете, она небольшая. Вы себя называете ортодонтом-гонотологом. Что это значит? Гонотология – это наука о суставе. То есть мы проводим лечение, ориентируясь на то, что происходит в суставе, беря во внимание мышцы и работая таким образом, что, к примеру, если у пациента щелкает сустав, болит или сложно открывается рот, мы можем повлиять на это тоже. То есть мы работаем немножко глубже в классических ортодонтов. На мой взгляд, каждый уважающий себя ортодонт должен стремиться к тому, чтобы называться ортодонтом-гонотологом. Если ортодонт не разбирается в гонотологии, он не имеет права работать ортодонтом, потому что двигать зубы медведям можно научить. Надо же понимать, куда их двигать, эти зубы. Главное – не навредить височно-нижнечерстному суставу. Потому что люди, у которых сустав полетел, это глубокие коллеги на всю оставшуюся жизнь. И это очень страшно и больно. То есть они не могут есть, они не могут спать, иногда даже говорить с трудом могут, потому что у них вообще не открывается. Они даже чайную ложку в рот просунуть не могут. Человеку просто легче умереть, чем жить в таком виде. Во многих случаях всё же роль гонотологии является перегретой. Здесь целесообразно обратиться к американской ортодонтии. То есть у них чётко прописано в стандартах, что само по себе ортодонтическое лечение не оказывает какого-либо влияния на, или негативного влияния в частности, на работу височно-нижнечерстного сустава. Вы зубы выпрямите, прикус скорректируете, а потом занимайтесь суставом. Ключ злота из середины. Правильнее как? Сустав следить, держать на контроле, но не переоценивать роль ортодонтии в работе с суставом. Ещё одна несостыковочка. Повышенное внимание ортодонтов к суставу – это польза для пациента или коммерческий интерес к клинике. Противоречий всё больше и больше, и этому есть объяснение. В ортодонтии много разных школ, много разных направлений. К сожалению, в этих школах нет чётких протоколов лечения. Скорее всего, в ближайшие годы их тоже не будет. Поэтому задача ортодонта – знать все методы ортодонтического лечения и предложить своему пациенту тот метод лечения, при котором мы получим максимально правильный результат на финише с меньшими побочными эффектами. Ортодонтия – мощное оружие, но не совсем точное. И ортодонтия должна работать междисциплинарно, со смежными специальностями – имплантологи, хирурги и так далее. И, конечно, стадия – врачи-ортопеды. Грамотный ортодонт не только восстанавливает, он избегает будущих рецидивов, которые также могут отражаться и в области височно-нижнечелюстного сустава. На мышцах нормальных, взаимодействующих, то есть всей артикуляции, скажем так, и всей гармонии зубо-челюстницевой системы. Современный врач-ортодонт, он работает не только с эстетикой, он работает еще и с функцией. Функциональная ортодонтия – это ортодонтия, которая проводит диагностику, которая выходит сапу из рта. Мы изучаем какие-то смежные области, мы изучаем дыхание, мы изучаем суставы, работаем мысль, осанку. Все это мы соединяем в общую пазл, в общую картинку и предлагаем методы лечения, которые могут повлиять на все вышесказанное. И есть такое понятие, что красоту лица в большей степени определяет не красивые черты лица, а красивая структура черепа. То есть это фундамент, это каркас, и это очень важно, и на это мы можем влиять. На сегодняшний день это отдельный тренд в ортодонтии. Пациенты многие об этом не знают, но в руках ваших ортодонтов очень мощный антиэйдж-инструмент. Огромное количество пациентов, девушек, обращаются к косметологам с запросом на то, что им не нравятся вторые подбородки, брыли, морщины марионетки. К сожалению, большинство этих пациентов даже не подозревает о том, что их ранние возрастные изменения напрямую ассоциированы с их прикусом. Для нас имеет значение вариант анатомии нижней челюсти. Если подбородок смотрит вперед, то у нас есть горизонталь, относительно которой у нас есть опоры для мягких тканей, и сползание будет менее выражено. Когда это пациенты с вертикальным типом, когда вот так ориентирована нижняя челюсть, а еще когда у пациента она уменьшена в размерах, то процесс старения будет сильно усугубляться. Чем меньше опора, тем быстрее идет процесс старения. Поэтому самое частое решение для таких пациентов это выдвижение челюстей вперед. Будет ли это дистальнее, или, соответственно, больше нижняя челюсть. Если нельзя, то в большей степени верхняя челюсть. Для того, чтобы выдвинуть костную опору, распределить мягкие ткани, создать для них такую жесткую подложку. И за счет этого добиться более юного выражения лица. И такие ткани сползать потом будут намного медленнее. Ортодонт не может повлиять на лицо. Мы не влияем на скелетный каркас. Ортодонт работает только на уровне зубов. Есть исследования, которые доказывают, что если даже сразу после снятия брекетов могут быть какие-либо изменения со стороны лица, то они полностью сходят на нет в течение двух лет после проведенного ортодонтического лечения. Функциональные ортодонты сделают из вас конфетку. Ну, так они, по крайней мере, утверждают. Их коллеги с традиционным подходом, назовем таковых классическими ортодонтами, на хлеб косметологов не претендуют. И опять нет единого мнения. Но как быть пациентом, лица которых, наоборот, пострадали от брекетов? Вот какие отзывы можно найти в интернете. Щеки в пале выглядит некрасиво, как будто на несколько лет постарела. В компании друзей выгляжу как тетя. Если бы знала, что так с лицом случится, 10 бы раз подумала, ставить или не ставить. Скулы выделились в пале щеки, носогубка вперед, как у макаки выехала. За 4-5 месяцев лицо постарело и осунулось, как не постарело бы за 5 лет. Эти рукожопы-орты, будьте прокляты, со старыми техниками лечения, не советую ставить брекеты без очень или очень и очень сильной необходимости. Сказал бы, ортодонт открыто, что лицо станет старческим, ей богу, всю стоимость лечения, заодно только честную консультацию отдала бы. Хм, почему же так происходит? Действительно ли брекеты, улучшая зубы, портят лица? Самая частая история, когда во время ортодонтического лечения высота нижней зоны лица, вот эта вот высота, она увеличилась. Да, так бывает, когда-то зубы скукожились, они там как-то адаптировались и провалились туда в глубину. Когда стали расправлять, высота прикуса увеличилась, эта высота стала больше, и кому-то, видимо, с девушкой это не понравилось. Это вещи, которые можно контролировать. Ну, скажем, существуют микроимпланты, можно их установить, приподнять верхний зуб, как бы втянуть их обратно в кость и за счет этого добиться того, что нижняя телес подожмется в более высокое положение, высота уменьшится. Брекеты могут быть как лекарством, так и ядом. Почему западают щеки? Дело в том, что во время лечения пациент не может полноценно жевать. Функция жевать не угасает, и жевательная мышца, которая формирует объем в этой зоне, она немножко ссыхается, появляется провал. Дело в том, что после снятия брекетов мы возвращаемся к активному желанию, у нас уже хороший прикус, и это можно наработать. То есть какие-то моменты, связанные с внешним обликом, можно наверстать после снятия брекетов. Это первый момент. И второй момент. Очень часто пациентам не нравится то, что происходит небольшая вертикализация лица. Это происходит потому, что пациенты с брекетами носят резиночки. И если, к примеру, у пациентов слабые мышцы, при открытом теле эти эластики могут немножко допрорезать зубы и вызвать вертикализацию, то есть удлинение лица. И иногда пациентам это не очень нравится, если лица их изначально с выраженным вертикальным компонентом. Честно говоря, когда мы только начинали работать над этой темой, я даже представить себе не могла, насколько она обширная и вообще неоднозначная. Настолько, что в сети появляются даже, назовем их так, ортодонтические блогеры. Бьюти-блогер Вера Красивая называет себя экспертом по естественному омоложению. Ее личный путь к красоте и молодости проходил в том числе и через непростое ортодонтическое лечение. Уж не знаю, насколько этот путь можно назвать естественным, но Вера после него стала настоящим экспертом в области ортодонтии. За эстетикой, за красивыми зубами могут стоять ряд охренительных проблем, про которые вы точно должны знать. После того, как я брекеты относила, еще сделала остеотомию, еще оставалась на брекетах. Лицо просто сильнейшее изменилось. Лицо становится худое, осунувшееся, глазницы проваливаются, рот проваливается. И все думают, не могут понять, в чем дело. И только после того, как мы крупные специалисты, блогеры, кто об этом заговорил, и на этом пострадал, начали об этом говорить, многие выдохнули. После этого мне посыпались кейсы. Я хожу с этими кейсами, их там у меня 240 штук, и они реально поменялись. Женщина в молодом возрасте, в старом, в среднем, хоть в каком, толстая, худая, нормостенник, с нормальным лицом, у всех 10 фотографий возьми, на двух я могу сказать, окей, даже лучше стало. Но в 8 пострадали. Функционалы, которые из больших ортопедических, ортодонтических школ, профессоры, гуру, я ведь и до них доехала, да, с этими фотографиями с этим альбомом, и им нечего ответить. То есть они, ну, единственное, что они говорят, более интересная новость у них, восстановишься. То есть дыхание, положение языка, нажевывание, да, после ортодонтического лечения и осанка. Они говорят, восстановишься. Обычные ортодонты, тебя даже слушать не будут. Они скажут, обратитесь к психологу, девушка, мне кажется, у вас просто возрастная депрессия началась. И все. А, они еще что говорят? Вера, после ваших постов, теперь каждый пациент ко мне приходит и спрашивает, а изменится лицо? А вот Вера написала, а вот я правда похудею, а у меня провалятся щеки. Они говорят, блядь, мы теперь еще должны после этой дуры блогера объяснять вам, что она ничего не понимает, она хайпит на этой теме. Конечно, есть с кем, прям, кто меня не переваривает. Бывали ли в вашей практике случаи, когда приходилось переделывать работу других ортодонтов, которые придерживаются иного подхода лечения? Так, к сожалению, бывало. У меня была история с девочкой СУ, которая обратилась ко мне в будущем брекетах. Она была в брекетах на тот момент два года, и проблема была в том, что у СУ от природы отсутствуют премоляры. Природа не заложила эти зубы, вместо них были зачатки молочных зубов, и по-хорошему нужно было вместо них поставить импланты. Я пришла к ортодонту с тем, чтобы мы подготовили пространство для последующей имплантации. Врач посмотрела, у нее на руках на тот момент был снимок, мой панорамный один снимок, и врач мне сразу предложила вариант, что не идти по пути имплантации, а заместить пространство отсутствующих зубов своими зубами. То есть, получается, стягивать соседние зубы, тем самым обеспечить полный ряд. Но где-то, наверное, месяцев через 9, может быть, через год я визуально стала обращать внимание, обратила внимание на то, что я визуально как-то изменилась. Нижняя губа запала вовнутрь, верхняя, соответственно, тоже, и в целом губы стали выглядеть как-то визуально меньше. Лицо осунулось, очень похудело, то есть я стала так острое, очень так визуально заостренное такое выражение. Лицо стало, профиль стал такой, как лунообразный его еще называют, когда вовнутрь уходит челюсть. Я все-таки решилась на то, что нет, надо останавливаться, несмотря на то, что большой путь уже был пройден и начинать все заново. Мы пошли по обратному пути, мы поставили пружинки и стали раскрывать это пространство, которое было стянуто предыдущим ортодонтом. По итогу, спустя полгода лечения, мы увидели то, что лицо вернуло бывые объемы, наполнилось свежестью и отец очень довольный. Когда я пришла к своему косметологу, именно даже спросила, не было ли у тебя каких-то инъекции, манипуляции с губами, потому что очень красиво положение губ, и наполненность, и форма. Я говорю, нет-нет, в целом я ношу брекеты уже три года, по затратам первая брекет-система мне обошлась, ну и лечение 260 тысяч. В текущем периоде он еще не завершил процесс, но уже тоже в районе 300 тысяч уже затраты на это в целом, около 500 тысяч на текущий момент мне ушло только на то, чтобы выровнять зубной ряд. Это, я считаю, еще что нужны импланты, и возможно где-то какая-то реставрация понадобится, то есть еще, конечно, затраты предстоят. Вот так нарвешься на некомпетентного доктора, придется заплатить двойную цену. Но возможно дело не в квалификации врача, а в тех самых разных школах и подходах, которыми кишит мировая ортодонтия. Мы решили провести эксперимент, показали нашим экспертам диагностические данные АйСы Лу еще до установки ей первой брекет-системы и спросили, какой план лечения предложили бы их клинике. Спойлер, если бы наши доктора встретились на консилиуме, там было бы очень жарко. Тот метод, который выбрал мой коллега, имеет право на существование. Но я бы там лечила бы не на брекетах, а с помощью лайнеров. В данном клиническом случае я бы у этой пациентки удалил восьмые зубы, сделал бы апрайтинг, создал бы пространство под имплантацию. Мы бы сделали еще диагностику сустава, в каком положении ее находится сустав, и сделали исследование телепрентгенограмму. После этого однозначно удалились бы все восьмерки. После удаления восьмых зубов основное лечение наше заключалось бы в том, чтобы наклоненные шестые и седьмые зубы немножечко выровнять положение и освободить место для пятых зубов. Я бы поменял полностью всю эту парадигму. Я бы в тех местах, где у нас нет зубов на верхней челюсти, поставил пружины, раскрывающие пружины, которые раздвинут эти промежутки, отталкиваясь от задних зубов, передние зубы двинутся вперед. И вот этот вот заячий наклон, он вернется к норме. Губа станет пухлее, улыбка будет красивее. Когда мы создаем там промежутки по 5-6 миллиметров с каждой стороны, у нас будет большая щель между верхними и нижними передними зубами. А потом эта щель решается за счет проведения операции. Когда мы проводим такое вмешательство и выдвигаем челюсть вперед, мы добиваемся правильного контакта. И вот как быть пациенту, когда в разных клиниках ему будут предлагать разные стратегии лечения? Рассчитывать придется, что если чуйка не сработает? И по итогу, ладно, внешность – это момент субъективный, но на брекетах полетит здоровье. А медучреждение, в свою очередь, начнет откровенно сливаться. Хорошая новость – пациент может обратиться в суд. Суд назначает комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, в состав которой должны будут войти эксперты нескольких специальностей. Если экспертные выводы подтверждают наличие недостатка указания медицинской помощи, то суд на свое усмотрение определяет тогда степень компенсации. Суммы выплат могут составлять от нескольких тысяч до нескольких миллионов. И еще одна хорошая новость. Многие побочки ортодонтического лечения можно свести на нет, если всего-навсего правильно держать язык за зубами. Именно эта идея лежит в основе скандального метода под названием мьюинг. Рассказываю по порядку. Примерно полвека назад легендарный британский ортодонт Джон Мью придумал революционную концепцию лечения под названием ортотерапия. С помощью специальных приспособлений и техник предлагалось корректировать рост лицевых костей у детей, а также мышечный тонус, чтобы их зубы могли выровняться сами по себе. Взрослым пациентам, согласно теории, тоже доставались преференции. Неизбежное в этом случае ортодонтическое вмешательство сопровождалось общим оздоравливающим эффектом и улучшением пропорций лица. Теорию Джона Мью профессиональное сообщество не приняло. Более того, до Мью лишили медицинской лицензии за очернение традиционной ортодонтической практики. Но разработками ученого воспользовался его предприимчивый сын, Майк Мью, тоже, кстати, ортодонт. На научном багаже своего папы он соорудил собственную методику, скромно назвал ее мьюингом и решил действовать по-современному. Обосновался на ютубе, стал выдавать там инсайдерские чудо-упражнения полагают далеко не все и нарастил большую аудиторию забывателей и коллег по всему миру. Как вы относитесь к мьюингу? Что это за упражнения, как они работают и верите ли вы лично в их эффективность? В этом есть определенное здравое зерно. Философия мьюинга основана на том, что с помощью языка, который оказывает мышечное мягкое воздействие, мы можем развивать верхнюю челюсть, а так как верхняя челюсть это несущая конструкция всего черепа, то есть это фундамент лица, мы можем влиять на смежные структуры, на дыхательные пути, мы можем улучшать профиль, увеличивать периметр зубной дуги и оказывать не только эстетическое воздействие, но и оздоравливающее воздействие на весь организм. Конечно, ортодонтов-революционеров, которые верят в силу мьюинга, меньшинство, но они рвутся в ученый бой, им есть что сказать, ортодонтам-классикам. И вот мы решили предоставить такую возможность. Нас ждет по-настоящему жаркая дискуссия. Итак, брекеты без мьюинга вред для пациента. Так звучит тема нашего батла с позиции за ортодонт Ксения Пушкина, единственный специалист из России, который лично обучался у Майка Мью. Ксения, как и ее наставник, уверены, брекетоносцы обязательно должны делать мьюинг, только так они могут избежать вреда от брекетов. С позицией против российский стоматолог-ортодонт высшей категории доцент, кандидат медицинских наук, основатель собственной клиники Андрей Жук. Он убежден, что мьюинг это псевдоучение, которому вообще нет места в ортодонтии. Что же такое мьюинг и чем он отличается просто от так называемой миогимнастики? Мьюинг это такое модное название миофункциональной терапии. Просто Майк Мью взял эту тему, популяризовал и народ подхватил. Он отличается тем, что он просто вот так вот минимизирован и упрощен до нельзя. То есть, если миофункциональное упражнение, миогимнастика это такой большой, полноценный, объемный комплекс, который затрагивает разные элементы, то мьюинг это такое простое, быстрая, ну такая типа волшебная таблетка. Ну, то есть, это разница как между полноценным фитнес-классом и зарядкой с утра, да? Можно так сказать. Ну, условно. Хорошо, а можете конкретно вот показать, о чем идет речь, какого рода упражнения? Это такие упражнения типа щелчков языком, звук, это получится. Да, да, звук, чем ярче звук, тем более правильная техника, тем более сильное давление. А что обещает Майкл Мью, если вот делать эти щелчки и прочие упражнения? Ну, на самом деле, эти упражнения помогают правильно развить прикус у ребенка, то есть вырасти челюсть у ребенка, сделай так, чтобы зубы выросли ровными, чтобы место для них было. А для взрослых это такой элемент улучшения эстетики и нормализации состояния. Что это значит? Лучше спать, есть моменты, которые связаны с лишним весом, то есть помочь организму. То есть подсокол и похудел? Да, это связано с дыханием и здесь основной момент, что нужно закрыть рот, для того, чтобы язык находился в правильном положении и как следствие будет нормализовываться гормональный фон и похудение это один из тех результатов, которые будут получены. Ну просто таблетка волшебная от всего получаются. Если уметь ей правильно пользоваться. Прикус у ребенка можно исправить, похудеть, хорошее настроение, меняется гормональный фон. Андрей, сформировать, сформировать. Андрей, зачем нам после этого ортодонты? Я так понимаю, вы занимаетесь нахитителем? Да, абсолютно верно. То есть я занимаюсь так называемой научно-доказательной ортодонтии. В чем я вижу проблемы Мьюинга прежде всего? Доктор Мью сам по себе не смог доказать эффективность своей методики. Я хочу продемонстрировать как раз таки с научной точки зрения статью. Группа авторов, причем это высококвалифицированные специалисты из Америки, они говорят, то, что он заявляет, не имеет никакой научной базы. И в дальнейшем они говорят, что призывают люди, будьте аккуратны. Это суперважный момент, доказывающий, что в научном сообществе, ну, то есть я клиницист, если я буду использовать Мьюин, то пациент имеет полное право пойти и подать на меня в суд за использование псевдонаучной методики. То есть это, ну, вот с точки зрения просто современного мира, это определенное шаплотанство. Сейчас Андрей хорошее исследование привел. У меня тоже есть контраргумент на это исследование. Это исследование проводилось на пациентах, которым была проведена ортогнотическая хирургия. Это операция на двух челюстях, которая меняла взаиморасположение челюстей. Иногда возникает такая необходимость в таких операциях. Результатом было то, что если функция не исправлена, если язык продолжал толкать передние зубы и расходить две челюсти вот в таком положении, возникал рецидив даже после хирургии, что мы уж говорим про обычное ортодонтическое лечение, да все пациенты, ну большинство пациентов ортодонтических, они приходят за красивой улыбкой. Сделайте нам ровные зубы. Вот так уж сложилось, что мы ортодонты оказались работающими в зоне, которая влияет на дыхательные пути нашего пациента. Вот эта зона, это взаиморасположение челюстей и язык, как основной орган, который либо будет давать возможность дышать вам лучше, либо будет перекрывать дыхательные пути. Здесь хорошая у меня картинка, чтобы посмотреть, насколько важно расположение языка, когда мы спим. А как он должен быть правильно расположен? Он должен быть расположен. То, как и говорил Джон Мью, это отец Майка Мью, он должен располагаться три четверти, его должны располагаться на небе, не касаясь верхних передних зубов. Когда он располагается вот в таком положении, то дыхательные пути открыты, трубка дыхательная открытая, вы можете дышать во сне. Как только это все падает на дыхательные пути, прям перекрывает дыхательные пути, у человека возникает храп, а 20% храпящих людей, это по исследованиям, имеют ночное пно, это задержки дыхания во сне. Это прямой путь к сердечно-сосудистой патологии, и те специалисты, которые идут, свое развитие берут в этом направлении, они занимаются сейчас, но не просто тем, чтобы зубы выровнять, поставить сустав на место, это очень важно, но и тем, чтобы дать возможность человеку дальше активно, качественно, долгое время прожить. Правильно ли я понимаю, что брекеты без мьюинга, на ваш взгляд, это вообще вредная затея, что нужно обязательно совмещать? Мы в клинике пропагандируем такой комплексный подход, и все наши пациенты идут плюс к ортодонтическому лечению, какое бы оно ни было, детское или взрослое, неважно, через миофункциональную терапию. Что меня волнует здесь, когда Ксения говорит о том, что я занимаюсь осанкой, я занимаюсь дыханием, я занимаюсь еще чем-то, это расфокусировка, потому что для осанки есть ортопеды, остеопаты, мануальные терапевты, кинезиологи, там тоже целая куча. Если мы говорим про дыхание, мы говорим про лор-специалистов. Но если человек, ортодонт, но хочет расширить свою специализацию, это же наоборот хорошо. Человек говорит, я не только про это, я хочу быть про это и еще и про миогимнастики. Давайте вернемся. Да это на самом деле никто не возражает. Если Ксения миотерапевта хочет позиционироваться как миотерапевт, что не может быть ортодонт-миотерапевт. но не в этом суть. Суть в том, что данная специальность является популистической. То есть, что делает Ксения? Ксения рассказывает всем, какая она молодец, потому что у нее есть некие знания, которые позволяют ей решать те задачи, которые не может решить традиционный ортодонт. Но я утверждаю, что традиционный ортодонт абсолютно эффективно без какой-либо миогимнастики достигает ключевых задач ортодонтического лечения, создает правильное положение зубов, создает правильный прикус и обеспечивает максимально эффективные условия для качественной работы всей зубочелюстной системы. Вопрос в том, что сама по себе дополнительная миогимнастика, которую делает Ксения или рекомендует Ксения, является абсолютно бесполезной. То есть, это как доп. услуга, которая, по сути, никому не нужна. В этом основная идея. И в этом основная мысль. Поэтому, если у человека есть проблемы с положением и смыканием зубов, ему не нужно обходить все круги ада, начиная от остеопата, мануального терапевта, кинезиолога, сделать, да, соответственно, откоррегулировать осанку, лор-специалисты и так далее. Ему достаточно прийти к врачу, ортодонту-специалисту, который решит все его проблемы, создаст другие условия для работы зубочелюстной системы, и этого будет более чем достаточно. Но ведь в этом основная мысль. Ксения может заниматься чем угодно. Быть остеопатом, челюстно-лицевым хирургом, как угодно. Но вопрос в том, нужно ли это с точки зрения специальности ортодонтия. И ответ нет. И я могу показать кейс своего сына, которому 13 лет. Нижняя челюсть вроде бы как располагается к сзади по отношению к верхней челюсти. Верхняя челюсть сужна, зубы вперед. То есть вот я уверен, Майкл Мью и Джон Мью будут кричать, вот он, вот он наш пациент. Дыхательные пути и положение языка. Вау! Обратите внимание, вот это дыхательные пути. Вот все, что там фиолетово, видите, это вот хорошая проходимость. Вот здесь хорошо, здесь плохо. Посмотрим на снимок на положение языка. О боже, он внизу! Он внизу! Но дыхательные пути шикарно работают. Нет никаких проблем у него с дыханием. А язык не на своем месте. Начинаем работать. Ставим брекеты. Мне потребовалось полтора года, чтобы получить необходимый результат. Вопрос в том, что мы наблюдаем эту картинку в статике. Мы не можем посмотреть, как этот ребенок спит, в каком положении, где находится его язык во время сна. Когда мы говорим про ортодонтическое лечение, нас же интересует не только непосредственный результат после ортодонтического лечения, нас же интересует, чтобы этот результат сохранился. и если мы будем знать обычную физиологию, это не какие-то сверхъестественные знания. Для того, чтобы переместить зуб ортодонтическими аппаратами, требуется нагрузка в районе одного грамма. Наш язык имеет силу 500 грамм. И если он будет неправильно, неадекватно функционировать, то вот хотите вы, не хотите зубы, никакие ретейнеры не удержат. Даже двойной протокол ретенции. Это абсолютное заблуждение, которое характерно для ортодонтии прошлого века. В современной ортодонтии уже давно утвержден так называемый протокол ретенции. То есть, что это такое? Это закрепление нового положения зубов после проведения ортодонтического лечения. Что какие-либо рецидивы ортодонтического лечения сводит практически к минимуму. Есть у вас примеры, когда человек только благодаря мьюингу стал как-то выглядеть иначе? Да. Я буду показывать ситуации, которые не без ортодонтического лечения, потому что с ортодонтическим лечением, безусловно, вот уже коллега поделился результатом. Здесь я вижу, что ушел второй подбородок. Потому что, когда мы нормализуем функцию, здесь работает несколько аспектов. Помимо того, что язык занимает свое правильное положение, мы получаем эстетический результат. Для наших пациентов зачастую это главное. Но потом, когда они начинают себя чувствовать лучше, потому что у этих людей улучшать... То есть это лифтинг-эффект, правильно я понимаю? Ну, можно так сказать. Вот в такой результат вы видите. Сеня, о чем вы говорите? Это разное положение человека во время фотографирования. Это не может являться... Смотрите на меня. На меня посмотрите. Посмотрите. Давайте вот это. Нет, там не разное положение. Это положение тела. Ну вот, хорошо, смотрите. Вот здесь одинаковое. Вы посмотрите, какое одинаковое. Вы посмотрите, где у нее грудь. Она ее выпечила туда. Это типичное заблуждение. А, ну то есть, вы имеете в виду, что вот как бы... Господи, да. Здесь вопрос... Андрей, здесь вопрос не в груди, а в том, что когда они делают упражнения... Ну, смотрите, вот так действительно у тебя будет выбирать больше, чем... Слушайте, я разговаривал с одним психологом по поводу этого на этот счет. Говорю, слушайте, в чем вы видите эффект мьюинга на уровне психосоматических каких-то штук? Они говорят, если люди хотят чем-то заниматься, то есть, ну, чем-то они занимаются, они хотят выглядеть лучше, и они будут выглядеть лучше. Мы занимаемся со всеми детьми и взрослыми. Я должен сказать, что Ксения молодец. Андрей, спасибо. Я хочу сказать, что... Да, вы молодец. ...что мьюинг, то, что говорят нам в интернете, это очень небольшая часть, это то, с чего мы начали. Мы делаем комплексы упражнений, которые задействуют верхний плечевой пояс, поэтому вы видите изменения в положении плеч, безусловно. Потому что почему голова двигается вперед, и язык оказывается внизу? Это же все закономерно, потому что не хватает просвета дыхательным путем. Вот это не для того... Не потому что человек так хочет ходить, а потому что ему дышать нечем. А когда мы нормализуем функцию, язык с дыхательных путей убирается, поднимается наверх, дыхательные пути освобождаются, то происходит перестройка всей системы. В этом смысл. Что меня волнует? Меня волнует, что все доказательства мьюинга основано вот на этих фотографиях. Но эти фотографии нерелевантны в отношении того, чтобы делать выводы. Человек встал так, изначально расслабься, так, спинку выпрями, так, головку чуть вперед, слюну проглотили, язычок там удерживаем, фоткаемся. Есть такое. Это выглядит так. Вы пока отрицаете вообще полностью пользу мьюингу. Кстати, я бы хотел здесь еще одну штуку важную подсветить, касающуюся доктора Мью и Джона Мью здесь в частности. Потому что они говорят о том, что брекеты портят лицо. И на этом основана дискредитация. То есть то, за что мьюинга, кстати говоря, доктора Мью и выгнали из ассоциации ортодонтов. То есть он говорил, что общепризнанные методики неэффективны. И здесь вы опять можете меня спросить, покажи доказательства. Я скажу, я готов? Я покажу. Давайте. Очень интересную вещь. Ксения, вам тоже будет интересно, потому что я много времени с этим провел именно в рамках работы с мьюингом. Доктор Мью, кстати говоря, много говорит о том, что типа того удаления премоляров четверок наверху ведет к резкому ухудшению лицевого профиля в дальнейшем. Так вот, берем пациента. Если посмотреть на его зубочелюстную систему, то ему ни в коем случае нельзя делать мьюинг. Потому что у него идет тотальная стираемость зубов плюс выражающийся и парадонтик. Хотела бежать к вам. Обратите внимание на его уздечку языка. Да, уздечку тоже посмотрим. Очень короткая уздечка. Простите, продолжим. Поставили брекеты. О, боже, мы удалили зубы. Какой ужас. Но мы получили вот такой результат у него. Он с этими зубами теперь может жить. Самое главное. Доктор Рикиц много лет назад установил так называемую лицевую ось. Если вот этот угол, да, вот она лицевая ось, если она отклоняется назад, то в итоге этот угол уменьшается. Если она отклоняется вперед, то этот угол в результате увеличивается. В норме он должен быть где-то около 90 градусов. Плюс-минус 5 градусов. Зона зеленая до. Зона зеленая после. Ничего не поменялось. Андрей, потому что это не тот случай, не вертикальный процент. Подождите. Идем дальше. Ретенция. Закрепление результата. Зубы разъедутся без миогимнастики у взрослого мужика 30-летнего. Смотрим до, после снятия, через год, через три, через четыре. Никакого мьюинга. Смотрим лицо. После снятия, через год, через три года. Кстати, чуть-чуть пополнил. Видимо, жевательная функция у него хорошая. Мы сделали свою основную роль. В этом суть. Еще немного о науке исследования, которое было проведено и опубликовано в австралийском журнале «Артодонте». Группа авторов из Австралии и Канады. Они взяли группу, кстати говоря, разный тип строения челюстно-лицевой системы. То есть у кого-то лица узкие и длинные, у кого-то лица широкие и короткие. И тот же самый угол Рикетса они мерили. Лицевую ось, так называют. Что в итоге? Получили определенные результаты, но главное – выводы. До, после и через два или три года. Смотрите, линия одна. Это исследование, доказывающее, что ортодонтическое лечение не влияет на лицо никак. И говорить о том, что брекеты портят лицо или могут его испортить, это является некомпетентностью. В чем опасность мьюинга? Первая проблема. Дело в том, что когда язык прижимается к небу, нужно знать карту рецепторов языка, на которой указано, что наименее чувствительная зона – это спинка. Там мало рецепторов, там только механо-рецепторы. И когда человек туда его, кверху, присасывает, он не до конца чувствует равномерность распределения языка по небу. И в результате, оказывая туда давление, может привести к асимметричному давлению. И если ты фанатик, асимметрия – это большой риск. То есть кривое лицо – это плохо. Второй важный момент. Дело в том, что когда мы язык туда поднимаем, то рефлекторно сокращаются жевательные мышцы и возникает давление. А современная стоматология крайне бережно относится к височно-нижнечелюстному суставу. Сокращение жевательных мышц ведет к компрессии со стороны сустава и развитию дисфункциональных нарушений, которым и так страдают каждый третий человек на Земле. Третий момент. То же самое избыточная компрессия может привести к таким проблемам пародонтит. То есть корни зубов прям оголяются, кость уходит. И выраженная стираемость зубов. Страшно стало вообще даже подходить к мюингу, но может быть, Ксения, у вас есть возможность сейчас его защитить. Почему это не опасно? Это Андрей абсолютно прав, но то, что говорит Андрей, это все возникает тогда, когда язык насильственно укладывается наверх в положение на твердое небо. Наша же задача миофункциональной терапии его переучить, его усилить специальными комплексами упражнений, чтобы ему там не было сложно находиться. И тогда, наоборот, будет балансировка мышечной нагрузки и будет сниматься напряжение жевательных мышц, мы получим улучшение клиническое. Но что касается мюинга, я соглашусь в каком моменте? В том, что эта технология популяризируется не специалистами, к большому сожалению. Эту технологию преподают специалисты естественного омоложения, которые никакими знаниями в этой области не обладают. И здесь мы получаем осложнения. Я каждый раз сталкиваюсь, ну, по несколько человек, 4-5 человек в месяц приходят с осложнениями со стороны височно-нижночелюстного сустава, жевательных мышц и так далее. То, что описал Андрей, потому что неправильно выстроена работа. Для меня это дело жизни. Я в эту тему пришла из-за здоровья своей старшей дочери, из-за того, что устала ходить по врачам от одного специалиста к другому, к третьему и так далее. И я очень радуюсь, что сейчас такой большой тренд и в клиниках в России миофункциональные специалисты внедряются в стоматологические практики для того, чтобы улучшить не просто ровные зубы сделать и нормализовать положение челюстей, элементы сустава, а еще и помочь человеку качественнее, здоровее жить. Мне кажется, это здорово. Ну что, спасибо вам большое. Вишенку на торте. Это же доктор Майкл Мью. И посмотрите на его фотографию. У него с правой стороны это видно невооруженным глазом. Мышца более гипертрофирована, чем с левой стороны. Наш мио-специалист. Носогубная складка. Просто удачно мне удалось поймать кадр, когда человек чуть приподнимает голову. Всегда видны все элементы асимметрии. Справа носогубная складка более выраженная у него в итоге. Ну, присмотреться, что-то у него и нос немного в сторону. Средняя зона лица уходит. Ну, знаете, мы все не идеально. Надеюсь, мои стоп-кадры тоже вы, друзья, не будете рассматривать. Спасибо вам большое. Спасибо за эту дискуссию. Спасибо. Неправильный прикус грозит болезнями в будущем. Но это не точно. Брекеты выравнивают зубы и делают черты лица гармоничнее. Но не у всех. Брекеты надо сочетать с мьюингом. Тоже спорно. Сплошные какие-то противоречия. Начав искать ответы, мы обросли еще большим количеством вопросов, а программа превратилась в один вообще большой баттл. Я поняла одно. Ортодонтие наука абсолютно не точная. И только это точно. Брекеты, конечно, классный инструмент для улучшения внешности, но решаясь на долгий путь ортодонтического лечения, всегда помните, что это большой бизнес, в котором интересы клиента не всегда совпадают с интересами врача. Прежде чем решиться поставить брекеты для красивой улыбки, хорошенько подумайте, а оно вам вообще надо? Переходите по ссылке под этим видео и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Красота требует кэш». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!